Футбольный клуб Вдохновившись музыкой Георгия Сверидова Оформил воспоминания о чемпионских гонках В стиле ностальжи Финишный створ чемпионата 2004 года Своими очертаниями весьма похож на нынешний С той только существенной оговоркой Что соперничали до самого последнего тура За золото тогда совсем другие действующие лица Локомотив и ЦСКА И разница между ними была минимальной Одно очко в пользу железнодорожников На игру последнего тура в Ярославль Лока отправился с солидной поддержкой Отдельный болельщинский поезд Плюс порядка 20 автобусов Кураж позволил подопечным Семина Просто не заметить сопротивление Шинника Уже к 21 минуте Будущий двукратный чемпион страны Вел с преимуществом в два мяча После красивых голов молодой своей поросли Белеридинова и Сычева Далее нужно было просто удержать достигнутое Что тот локомотив умел не в пример нынешнего Я думаю, что золото дороже первое, конечно Но сложнее был этот год Потому что ЦСКА сейчас бороться очень сложно Там рычаги всевозможные И я рад, что локомотив составляет конкуренцию Конкуренция в таком великом клубе, как ЦСКА Самое раннее фактическое оформление чемпионства Случилось в 99-м Когда романцевский Спартак Уже в 27-м туре За 4 тура до конца Повстречался с основным преследователем локомотивом Шансы достать красно-белых у гостей Были только в случае победы Однако уже в самом начале Гол Андрея Тихонова морально прибил соперника Ну а когда еще до перерыва Отличился Юрий Ковтун Стало понятно Никто и ничто не отменит очередного спартаковского триумфа Под конец эстетским голом Отметился бразилица Робсон 3-0 Разница между командами достигла 9 очков После чего Лока безропотно уступил еще и в Волгограде Двумя годами раньше Турнирная ситуация держала всех в напряжении До самого последнего, 34-го тура Тогда в чемпионате участвовали 18 клубов И как по заказу Календарь приберег на концовку главный матч чемпионата Спартак отправился в гости к Ротеру Имея лишь 2 очка преимущества Несмотря на всю принципиальность соперничества Москвичи ждали подчеркнуто вежливые Уважительные баннеры Волгоградцы были хороши И если бы не фундаментальное спокойствие Вратаря Филимонова Спартак мог проигрывать к перерыву и не в один мяч Однако затем Москвичи подуспокоились А из Ротера напротив как будто выпустили воздух Галы Кеченова и Ширко Дались Спартаку внешне очень легко После чего прямо на поле можно было Начинать праздновать победу Оле Трагедия или вы спокойны все-таки? Вы так спрашиваете? Вы сами не видите что-то? Как вы думаете у этой команды будет еще один год? Или она должна сильно обновиться? Это не в моей компетенции Есть президент, есть главный тренер ЦСКА все свои три чемпионских титула Предпочитал оформлять загодя Аккурат за тур до окончания Так было и в минувшем чемпионате Когда армейцам предстояло Последним из команд элиты Совершить марш бросок на другой конец страны В Владивосток В отличие от большинства других гостей Луча Энергии Подопечные Газаева прилетели не в день игры А накануне Быть может и в этом кроется секрет Максимально уверенной победы ЦСКА Куражились как могли армейские бразильцы Но когда дело было сделано 4-0 Газаев свою ударную бригаду заменил Но Таня унималась и на скамейке В ожидании финального свистка В 2005-м в предпоследнем туре Дорогу Валерию Газаеву попытался перебежать Бразилец Ива Вортман Тогда командовавший в московском Динамо Однако армейский штаб Дружно сверив часы Оставил соперникам иллюзии только в первом тайне Наставник ЦСКА привычно был в ударе И ускорялся на бровке Почти так же реактивно Как того требовала ситуация на поле От Спартака лидеров чемпионата За два тура до финиша отделяли 4 очка А следовательно успокоение пришло бы к ЦСКА Только в случае победы Ее обеспечили точные удары Алексея Березуцкого и Даниэля Карвалью Армейцы не только добыли второе чемпионство Но и ускорили чистку в Динамо Откуда начался португало-бразильский исход Действительно игроки наши продемонстрировали мастерство Они показали свой уровень Я благодарен им большие футболисты Они великие молодцы Валерий Георгиевич ЦСКА 2005 команда вашей не считает? Да конечно В 2000-м Спартак вроде бы выиграл очередной дежурный для себя титул Главная победа была одержана в Санкт-Петербурге В 28-м туре над Зенитом Но де-факто чемпионство осталось во владении красно-белых тур спустя Спартак вышел вперед во встрече с Россельмашем Благодаря точному удару Максима Калиниченко Тогда еще совсем зеленый юноша из Украины Испытывал в команде все те же мотарства, что и сегодня А вы себя чувствуете чемпионом России в команде, в которой играли не так много? Не знаю Сейчас вообще у меня даже Просто эмоций нет Просто это нельзя назвать словами То, что сейчас происходит На самом деле тот матч не должен был стать золотым На самых последних минутах Ростовчане умудрились соорудить ответный гол Который, правда, главный арбитер с подачи лайнсмина Не засчитал Вынес мяч уже из-за ренточки своих ворот Все тот же Калиниченко Ну и, конечно, самая захватывающая развязка последних 10 лет случилась в 2002 Синхронно финишировав, Локомотив и ЦСКА обрекли себя на бонусный, все решающий поединок Ласькову удался сверхбыстрый гол И Локомотив получил возможность сыграть по счету Футбол априори был слишком серьезного значения, чтобы получиться зрелищным ЦСКА старался выжать максимум из минимума дозволенного Локомотиву Однако, кроме незасчитанного из-за очевидного офсайда гола Вспомнить болельщику, в общем-то, и нечего Так, железнодорожная бригада впервые в своей истории стала лучшей командой страны Ну, я не знаю, Газаев за 15 лет у Локомотива играл один раз Футбол